Музыка Тема, заявленная сегодня по преданию, она, на первый взгляд, может не иметь прямого отношения к сектантам. На самом деле, она очень тесно связана с ним, и мы увидим. То есть от того, как мы понимаем, что такое предание, зависит наше понимание, что такое церковь, и что мы можем ответить сектантам на их заявление, на их обвинение в наш адрес. И, соответственно, она также, если мы правильно будем понимать тему предания, мы увидим, что само наличие предания, оно, так сказать, вывивает почву из-под любых сектантских заверений. Ну вот первое, как бы, если мы посмотрим, наверное, так или иначе, когда мы сталкиваемся с сектантами, часто от них можно услышать примерно такое заявление в наш адрес. Они говорят про себя, что вот мы, библейские христиане, мы живем по Библии, мы живем по Писанию, а у вас, у православных, вы все время ссылаетесь на какое-то предание. А ведь еще Христос обличал предания старцев, когда он говорил о фарисеях, и вот получается, что вы, собственно, живете по этим самым фарисейским преданиям, и вы сами что-то есть фарисеи. Ведь Христос бы этого не оставил нам Писание. Но вот в чем проблема? Вот мы оставили Писание, вы бы не мужем. Примерно такое заявление, и наверняка многие из вас такое заявление от сектантов слышали, и, соответственно, давайте подумаем, что нам можно на это ответить. Ответить и сектантам, и тем людям, которых может такое заявление вести в заблуждение. Ну, прежде всего, отметим само, так сказать, несоответствие терминов. Потому что, когда они говорят, что Христос оставил нам Писание, ну, простите, оставляет кто-либо, кого уже нет. То есть, писатель Лев Николаевич Толстой, он оставил нам свое собрание сочинений. Сам он умер, его нет среди нас, но остались его сочинения. Мы читаем Роман Льва Николаевича и его другие сочинения, и пытаемся через них понять, что он нам хотел сказать. Но разве Христос, он покинул своих сочинений? Наоборот, если мы верим Христу, если мы христиане, мы должны верить Христу, то, соответственно, тогда мы помним, чем заканчивается в последней строке Евангелие от Матфея, когда Христос говорит, «Я с вами всегда до скончания века. Аминь». Заметьте, он не сказал, вот сектанты очень часто говорят, что, конечно, была там, была ранняя христианская церковь, вот там, что-то было хорошо, а потом, так сказать, она отошла, эта церковь от Христа, и, собственно, потом она возродилась через какое-то время, там, в XVI веке она возродилась, в XIX или XX и так далее, в зависимости от секта. Но Христос не сказал, что, знаете, я буду с вами немножко вначале, потом я от вас уйду, и потом я вернусь в XVI веке с Мартином Лютером. Или потом я вернусь в XX веке с Билли Кремом. Он сказал, «Я с вами всегда». И, соответственно, если мы христиане, мы должны словам Христа верить. А где Христос пребывает? Где Он всегда пребывает? Ведь же Он пребывает в своей церкви, о которой Он дал обедование Петру, то есть своему ученику Симону, которого Он тогда впервые назвал Петром, то есть камнем. Он сказал, «Ты Петр, ты камень, на этом камне Я воздвигну свою церковь, и врата адовые ее не одолеют». То есть Христос пребывает всегда в своей церкви. Это первое, что нам нужно будет. Он нам в этом смысле не оставлял никакого Писания. И дальше сам Христос, Он ни строчки не написал. Новозаветные Писания были написаны уже через несколько десятилетий после Его распятия, Его воскресения, Его вознесения. То есть первые несколько десятилетий Церковь Христова существовала без письменных новозаветных писаний. То есть их не было. Значило ли это, что эта церковь, ранняя церковь, какая-то ущербная по сравнению с современной церковью? Значит ли это, что ранняя церковь она, ну какая-то недостаточная, что ли, по сравнению с нами? Ну конечно нет. Конечно нет, наоборот, всякий раз, когда мы вспоминаем раннюю церковь, мы держим ее как образец и такого и молитвенного горения, и пребывания с Христом, и действительно исполнения такой настоящей христианской жизни. Все это, несомненно, было. Но Писания не было. Новозаветного Писания не было. А что было? Что было? Предание было, которое выражало в чем, например? В Евхаристии. Евхаристия, то есть в трапезе Господней, всякий раз, когда церковь собиралась на трапезу Господню, всякий раз Христос невидимо присутствовал на этой трапезе. Было предание, вы правильно сказали. А что такое предание? Вот если вдуматься в сам смысл слова, по-гречески это по-радусис, по-латыни традицио, а предание это буквально перевод. То есть предание то, что предается, то есть то, что передается из рук в руки. Это то, что Христос передал своим ученикам, то, что ученики передали первым епископам, епископы передали следующему поколению епископов, и так далее до наших дней. То есть вот это предание. Ну как понимать, как узнать, что такое предание? И вот тут вот давайте немножечко постараемся представить себе ситуацию в первом веке после Рождества Христова. То есть мы так обычно, ну так сказать, если не задумываясь, мы представляем, что вот там была церковь, было у нее учение, и соответственно люди могли, так сказать, которые там интересовались, сталкивались с христианами, и они могли принимать вот эту самую христианскую веру. Но было все ведь намного сложнее. Было множество различных групп, каждая из которых говорила, называла себя христианской, и каждая из которых проповедовала какое-то свое учение. То есть, скажем, была группа, которая говорила, что нужно соблюдать иудейский закон, как сказал Иисус Христос, который был раввином, учителем. Таким просвещенным человеком. И вот он, собственно, сказал, что весь закон нужно полностью соблюдать, и мы вот следуем этому просвещенному человеку и тоже соблюдаем закон. Были другие группы, которые говорили, что Иисус Христос был ангелом, который явился на землю, принял вид человека, ну конечно же он не был настоящим человеком, как ангел может стать человеком? Он просто принял вид человека для того, чтобы ученикам было понятнее, что он хочет сказать. И, соответственно, вот он там какое-то время был, потом опять как ангел вознесся на небо. А третьи говорили, что нет, он был посланником Бога, и сам был там даже таким неким божеством, сыном Бога, который явился. Ну конечно, тоже он не мог быть человеком, и даже, конечно, он не мог там его подвернуться распятиям. Собственно, ну как Бога можно распять? Поэтому просто так, вместо него распяли другого человека, обычно говорили там Симонов и Кирианина, а потом Христос стоял в толпе и смеялся, видя, как вместо него, как он обманул всех, как вместо него кого-то другого распяли. Тоже была такая группа, которая говорила так. Еще одни, еще одни, еще одна группа говорила, что Христос был обычным человеком, которого во время крещения Бог усыновил. И он стал во время крещения сыном Божьим, и до этого он был обычным человеком. Ну и так далее. То есть существовало множество разных групп. Вот как узнать, какая из этих групп истинная? Была в том числе и, собственно, та вот группа, которую мы сегодня знаем, что это была истинная цель. Ну то, что и тогда, соответственно, она была, и тогда она создавала себя, но и все группы называли себя истинной целью. Вот как узнать, вот человека со стороны, как узнать, которая из них истинная цель? По плодам. Что? По плодам. Ну, по плодам, еще времени-то мало, еще, собственно, особых плодов, как бы, не было, вот, вот, по началу. Ну, я немножко скажу, понятно, что вот там та группа, в которой есть ученики Христа, апостолы, в которой они живут, которые вообще не с апостолами, понятно, что тогда вот, покуда вот в первые несколько десятилетий, покуда есть живые эти апостолы, понятно, что вот именно они проповедуют именно то, что им передал, то самое предание, которое им передал Христос. Но проходит несколько десятилетий, и срок жизни апостолов подходит к концу. И в это время появляется уже, ведь каждая из этих групп начала писать свои собственные писания. Каждая из этих групп начала писать свои собственные Евангелия, которые надписывались самыми громкими именами. Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие от Петра, был еще, был там, апокалипсис Петра, Евангелие от Фомы, поэтому Евангелие от Фомы написано, что вот автор его, который называет себя апостолом Фомой, он говорит, вот Фома, далица или близнец, вот меня так звали близнец, я близнец, потому что я близнец Иисуса Христа. Не больше, не меньше. То есть, и такое, такое писание существует. И множество, а множество других. И, собственно, апостолы, самовицы, очевидцы Христа, видя, что, так сказать, их время уже подходит, и что вот эти вот Евангелия, гностические, или апокрифические, их все называют, распространяются, они оставили свое письменное свидетельство, чтобы следующим поколением было, собственно, было откуда, откуда черпать подлинное свидетельство. Если вы помните начало Евангелия от Луки, то там такое вот совершенно очевидно полемическое начало. Поскольку, пишет апостол Лука, поскольку многие о феофиле начали составлять рассказ о событиях тебе давно известных, поэтому, собственно, я вот пишу свое повествование, чтобы ты был наставлен, потом получил твердое свидетельство того учения, в котором это был наставлен. Именно так, соответственно, это происходило. То есть, на следующем поколении остались разные свидетельства, лжесвидетельства и подлинные свидетельства. Но как следующим поколением отличить одно от другого? Как знать, какое из этих вот Евангелий правильное, как знать, какое подлинное и какое нет? Входите соответственно. на самом деле это очень серьезная проблема. То есть, мы, опять же, чтобы немножечко понять, как все это происходило, давайте, ну, попытаемся немножко перенестись в ту ситуацию, ситуацию первого века после Рождества Христова. То есть, мы привыкли воспринимать Евангелие, Библию, книгу, которую мы приобретаем, достаточно легко ее приобрести, приносим домой, и когда у нас есть время, в свободное время мы садимся, открываем и читаем ее. Но тогда было по-другому. Во-первых, большая часть людей была неграмотной. Книги писались прежде всего для чтения вслух и для богослужебного использования. То есть, если это религиозный текст, они писались для богослужебного использования, они писались для того, чтобы их читали во время богослужения. То есть, сегодня у нас Евангелие, ну, собственно, и весь библейский текст, он разбит на главы, на стихи и прочее. Это, конечно, достаточно поздно было сделано уже в средние века и, в общем-то, на Западе и, в общем-то, достаточно небрежно по отношению к тексту. Очень часто видно даже, что там, скажем, глава начинается там, где еще тема не закончилась. Наши богослужебные зачалы, в этом смысле, они гораздо более соответствуют. Зачалы, если кто не знает, это вот те отрывки, на которые разбит текст Писания согласно чтениям, которые вот в церкви читаются, читается Ветхий Завет, читается Евангелие, читается Апостол, каждый день есть свое чтение, и вот весь текст разбит на вот эти вот чтения, они называются зачалами. Они вот эти вот, вот это вот, это иная разбивка, чем на главы и на стихи, но она гораздо более соответствует, действительно, смыслу Писания, чем разбивка на главы и на стихи. Но, тем не менее, раньше-то было, то есть, совсем по-другому, то есть, текст писался сплошными, сплошными строчками, там не было разбивки ни на слова, ни на предложения, знаков имена не было, просто вот, так сказать, идет сплошной текст, и читался, вот, соответственно, разделения были, как бы, в самой структуре, в самой структуре текста, значит, отделялись, отделялись они одно чтение от другого. Значит, итак, тексты писались, богослужебные тексты, и Евангелие писались для чтения вслух, для чтения на своих богослужебных собраниях, то есть, цель, когда писала Евангелие, она писала для того, чтобы использовать на своих службах. И, конечно, люди тогда воспринимали евангельский текст совсем иначе, чем воспринимаемый обумие. У нас ум загружен массой чем-то, телефонными номерами, информацией, рекламой, еще, еще чем-то. Тогда ум людей был в этом смысле гораздо свободнее, и, конечно, каждое слово они слышали иначе, каждое слово они слышали, они приходили в храм, и слышали слово позже, то каждое слово они воспринимали как обращенное каждому из них лично. Когда юноша Антоний из Коптской деревни, он рано осиротел, в юности получил по тем временам такое богатое наследство, в своей деревне он стал одним из самых состоитных людей, он получил наследство участок в 80 финиковых пальм и с каменным домом. И вот этот юноша Антоний пришел в храм к себе и услышал как раз чтение о богатом юноше, который пришел по Христу и спросил, что мне нужно быть совершенным. И тот сказал, если хочешь быть совершенным, Христос ответил ему, то продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной. И юноша Антоний неграмотный, он читать не умел, вот он услышал это и понял эти слова как обращенные лично к нему. Он был тем самым богатым юношей. И он продал сейчас свои 80 финиковых пальм, свой каменный дом, роздал деньги нищим и ушел в пустыню, чтобы быть Свохристом. И стал родоначальным монашеством Антонием Великим. Итак, первые книги писались для чтения слуг, вторые книги были в большой редкости в Древнем мире. Они были очень дорогие. То есть мы трудно, конечно, всегда проводить эквиваленты, но примерно средняя семья античная для того, чтобы приобрести книгу размером в четверо Евангелие должна была работать примерно столько времени, сколько сегодняшняя семья, средняя семья работает для того, чтобы приобрести автомобиль. То есть иметь несколько книг в доме могли бы позволить себя только весьма состоятельные люди. громадные библиотеки, которые были известны в античном мире, но их было всего раз-два и обчелся, и они собирались силами громад целых и целых империй. Когда мы знаем о знаменитой Александрийской библиотеке, что это была сокровищница мысли, но это была, так сказать, не только сокровищница мысли, а это была, собственно, еще в прямом смысле сокровищница, потому что стоили все эти книги буквально на вес золота, а то, собственно, и дороже золота. То есть она стоила очень-очень больших денег. Дальше нужно учитывать, что Тримская империя, она была громадным государством, гораздо больше, чем нынешние территории, которые мы видим, за счет того, что просто не было быстрого способа транспорта. Люди путешествовали мало, почти никто собственно и путешествовал, а те, которые путешествовали, это занимало долгие месяцы, а то и годы, путешествие было очень дорогим делом, очень хлопотным, опасным, и так далее, и соответственно все это люди с разных концов Империи друг друга не знали. Очень мало кто собственно путешествовал из одного конца Империи к другому Толлары тоже очень и очень медленно распространялись. Я все это вам рассказываю для того, чтобы вы представили себе, что вот, там, скажем, Написал апостол Матфей свое Евангелие. Написал его, судя по всему, вероятнее всего, в Антиохии, где-то в Сирии, для тех общин, с которыми он общался. И апостол Марк написал свое Евангелие, написал его в Александрии со слов апостола Петра, который незадолго до этого был казнен в Риме. И вот апостол Марк пишет, или он в Риме написал, а потом ехал в Александрию, либо он уже приехал в Александрию и там написал свое Евангелие и так далее. Апостол Абд пишет свое Евангелие в Эфесе, другой конец империи, для тех общин, соответственно, опять же, которые он возглавлял. То есть, опять же, Евангелие пишется конкретно для, собственно, непосредственных общин, в которых пребывает этот апостол. Ну и дальше, конечно, постепенно, так сказать, эти Евангелия распространяются. Но распространяются эти ложные Евангелия, вот эти вот апокрифические Евангелия, о которых мы говорили. И апокрифические Евангелия, заметьте, они имеют в себе гораздо более громкие названия. То есть, Евангелие от Петра, от Марии Магдалины, от Фомы. А тут из наших Евангелий только два написанных апостолами из 12, а так Евангелие от Луки, от Марка. Имена, в общем, гораздо менее известные, чем Петр, Мария Магдалина и так далее. И вот как церквам на местах понять, какое Евангелие подлинное, а какое нет? Как узнать? И вместе с тем, вот я вопрос такой ставил, и вместе, когда мы смотрим, то то, что происходит, иначе как чудом объяснить невозможно. Потому что во II веке люди, которые никогда друг о друга не слышали, первая половина II века, вот, собственно, уже там непосредственно после того, как Евангелия будет написано, через несколько десятков лет. Люди, которые никогда друг о друге не слышали, которые даже не подозревали о существовании друг друга, на разных концах империи, когда они перечисляют Евангелие, они перечисляют четыре подданных Евангелия. Ты либо это читаете, а другие нет. А ведь тогда не было там ни компьютерного анализа, ни сравнительного языковеческого анализа, ни почерковеческого анализа, ни каких-то других современных методов, там, сверки текстов и прочее. И тем не менее, все безошибочно называют именно те четыре Евангелия, которые мы знаем как подданные. Вот из-за чего это происходит? Потому что эти Евангелия, эти писания поверяются в предании. То есть, вот приходит в общину текст, и, собственно, дальше смотрит, соответствует ли этот текст тому преданию, которое держится в общине, или не соответствует. Если он соответствует, значит, его действительно это подданный текст. Мы его принимаем, мы его доверяем. Если он не соответствует, ну, вот там, скажем, в город Мапсуэстия, там, епископ в середине второго века, епископ города Мапсуэстия, узнает, что в одном из храмов его маленькой епархии читают апокалипсис Петра, книга апокалипсис Петра. Он отправляется туда, берет эту книгу, читает ее и говорит, что, дорогие друзья, то, что вы читаете, книга никакого отношения к апокалипсису Петру не имеет, книга абсолютно ложная, поэтому я у вас ее изымаю, и больше ее не читайте. Вот как? А читайте, вот, раз, два, три, четыре. Все, это вот, понимаете, действительно совершенно потрясающе. То есть, мы видим, вот он критерий, что Писание, проверяется, подданность Писания проверяется соответствием его преданиям. То есть, истинная Церковь, она может отличить истинное Евангелие от ложного. И, вместе с тем, и наоборот, только в истинной Церкви содержится, содержится истинное, истинное учение, выраженное в истинном Евангелии. То есть, истинность Евангелия определяется Церковью, и истинность Церкви подтверждается истинностью Евангелия. Видите, это такой круговой аргумент, который, без которого просто невозможно. И то есть, и мы видим совершенно определенно, что Писание вторично по отношению к преданию. Церковь живет в предании. Писание, то есть, мы обычно просто часто так воспринимаем, что Писание и предание – это некие такие, ну, отдельные вещи. Что вот есть Писание, а есть еще какое-то предание. И часто даже меня спрашивают на лекциях, а есть ли такая книга, в которой записано все предание? Нет такой книги и не может быть. То есть, Писание – это часть предания. Если мы вычленяем Писание из предания, получается книга без начала и без конца, которую невозможно понять. Собственно, апостол Павел говорит, невозможно Писание изъяснить само в себе. Невозможно Писание понять вне и без предания. Но вместе с тем, предание – это не что-то застывшее, не какой-то набор текстов. А предание – это жизнь Святого Духа в Церкви. Собственно, в жизни появляются все время разные реалии. В Церкви появляются разные реалии. И Церковь всякий раз соотносит все, что все ново появившееся, она соотносит с преданием, которое она держит. Соответствует это преданию или не соответствует? Если соответствует, то это принимается как выражение предания. Ну, скажем, проходит Вселенский Собор. Собор формулирует новую вероучительную формулу. Точнее, даже я не совсем правильно сказал, потому что Вселенский Собор не проходит. Вселенский Собор невозможно созвать. Собирается Собор. А далее Собор, он формулирует некую вероучительную формулу. И дальше Церковь смотрит, соответствует эта формула преданию или не соответствует. Если она соответствует действительно универсальному преданию, то тогда Церковь признает этот Собор как Вселенский. Если не соответствует, то он, оказывается, запоминается в истории как разбойничий Собор. Или какой-нибудь еще Собор. Много раз императоры пытались созвать Вселенский Собор, и Церковь его не признавал как таковой. А некоторые соборы созывались, там, Второй Вселенский Собор, тот собор, который мы знаем сегодня, как Второй Вселенский, он созывался как местное, собственно, совещание в Константинополе. Но по важности и потому, что там было придано, церковь признала его именно как Вселенский Собор. Опять же, по соответствию предания. Но на самом деле, то есть понимаете, когда секты говорят, что мы принимаем Писание, ну, они себя обманывают и других обманывают. Потому что невозможно принять Писание без предания. Писание – это церковная книга, которая писалась церковью и для церкви. Если вы принимаете, то есть если вы отвергаете церковь, то вы не можете принять и Писание. То есть тогда, если вы отвергаете церковь, тогда возвращайтесь в Первый век, среди множества соперничающих группировок, которые тогда были, каждый со своим учением, и выбирайте то учение, которое вам больше подходит. Тексты этих апокрифических Евангелий есть там, они в библиотеке на Камаде и прочее, они сохранились. Вот там читайте и выбирайте и все, все, всевозможного, так сказать, винегрета того, что тогда царило. Ах, нет, вы говорите, что вы верите, ну скажем, аптисты, говорят, мы верим в Троицу, мы верим в Божество Христа и прочее. Откуда вы взяли это? Откуда вы взяли эту веру? Эта вера сохранила для вас церковь. Та церковь, которая, собственно, написала Писание, откуда исходит Писание. Так как вы можете отвергать церковь? И интересно, что даже, так сказать, все те группы, которые говорят, что они отвергают предание, на самом деле, очень многие элементы предания у них есть. Ну, возьмем даже, возьмем учение о Троице, которому слова Троица в Писании нет. Если какая-нибудь группа, называющая христианской, говорит о том, что она верит в Святую Троицу, то слово Троица, оно взяло из предания церкви. А более того, я обычно, вот, у тех сектантов, которые говорят, что они отвергают предание, я им задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, ну, например, что 4 Евангелие было написано Иоанном? Где в тексте самого Евангелия написано, что автор его Иоанна? Вот кто мне может сказать? А, ну, название было написано потом, в тексте, в самом тексте. Что? Простите? Там в конце есть, что он же написал себе. Нет, написано «любимый ученик». Да. Да. Но откуда мы знаем, что это любимый ученик, это Иоанн? И еще там есть, что тот ученик, который спрашивал, кто предать к Реану? Да, да, но это вот, да, это ученик, которого любил, которого любил Иисус. Он, в самом тексте, дефицируется им так, ученик, которого любил Иисус. Откуда мы знаем, что ученик, которого любил Иисус, это Иоанн? Из текста этого мы не знаем. Мы знаем это из преданий, которое было сформулировано впервые по Поликарпам Смирнским, учеником апостола Иоанна, епископам Поликарпам, епископам города Смирна, который был в 156 году казнен на арене цирка своего родного города Смирна. Когда Поликарпа, которому он был в то время, он уже был в преклонном возрасте, ему было 86 лет, его привели на арену цирка, то римский проконсул, римский чиновник, он даже сочувствовал ему и не хотел его казнить. Толпа на сиденьях амфитеатра, цирка этого, она кричала, обрисновалась, требовала, кричала смерть Поликарпу. А чиновник тихо ему сказал, что, ты знаешь, они там на арене стоят, чиновник, проконсул говорит, знаешь, Поликарп, я, собственно, не хочу тебя казнить, поэтому, говорит, ты тут пухли Христа тихонечко и уходи, я тебя отпускаю. Святой Поликарп сказал, что мне 86 лет, все 86 лет, Христос был моим добрым господином, и ничего, кроме добра, кроме радости, я от него не видел. Как же ты хочешь, чтобы в 86 году я похудил бы своего доброго господина? Проконсул сказал, знаешь что, давай, даже этого не надо, ничего не надо, скажи смерть безбожникам, и ты свободен. То есть он ему предложил такую юридическую уловку, потому что по словам безбожники римля, римские власти обозначали христиан, но понятно, что там Святой Поликарп мог безбожниками считать кого за другого. Поэтому, говорит, вот, этого достаточно. Святой Поликарп сказал, что нет, потому что, собственно, я не хочу, чтобы все эти собравшиеся думали, что я отрекаюсь от своего господа. Поэтому, я христианин, сказал, я христианин, и делай то, что тебе положено. То есть когда он произнес, я христианин, это была, собственно, уже формула того, что он признал свое преступление согласно римскому закону, потому что христиане не должны были существовать это после указа императора Трояна. И дальше, собственно, уже остановить и изменить было невозможно. Он был казнен на арене церкви. И вот как раз этот Святой Поликарп, он в своем послании сказал, что он учился лично в молодости у апостола Иоанна, и как раз тот, который, наверное, написал 4-й Евангелие. Так мы это знаем. Это часть преданий. Поэтому секты, которые говорят, что они отрицают предание, ну, тогда они должны, опять же, вычеркнуть и название всех Евангелий. Откуда мы знаем, что 2-е Евангелие было написано Марком? Об этом нам сообщает христианский писатель 2-го века, папе Иерапольский, что он говорит, что вот Евангелие было написано Марком со слов Петра сразу после его кончины в Риме, либо в Александре, куда Марк вскоре после этого переехал. Ну, или такой очевидный вопрос. Вот арентисты 7-го дня, они обещают, я уж не помню сколько, так, 10 миллионов долларов дать или 20 миллионов долларов тому, кто на основании Нового Завета докажет, что нужно отмечать не субботу, а воскресенье. Ну, вот целый ряд сект, не адвентистов, но, опять же, те же, скажем, те же самые баптисты или кто-то другие, они отмечают воскресенье. Почему? Где на основании, где в Новом Завете написано, что нужно отмечать воскресенье? Действительно, ну, вот, непосредственно в Новом Завете это не написано. Не написано, поскольку, когда писались, писались Евангелие и послания апостольские, это было настолько очевидно, что никому даже, как бы, не пришло в голову, что это требуется, требуется записывать. Потому что воскресенье, день, в который воскрес Христос, и христиане, естественно, в первую очередь собирались именно в этот день. И мы, собственно, об этом имеем свидетельство около 150-го года после Рождества Христова, когда Юстин Философ, он же Юстин Мученик, первый христианский интеллигент, такой замечательный, совершенно святой, мыслитель христианский, он пишет в ипологии Сената, и он пишет, что мы, христиане, издревле, то есть с самых древних времен, собираемся в тот день, который у вас называется День Солнца, это первый день недели, он же восьмой день, день Нового Творения, и так далее. Мы собираемся вот для нашей трапезы Господней. Но День Солнца до сих пор, даже вот, например, в английском языке, называется Сандрой, то есть воскресенье. Воскресенье, он, собственно, вот в Римской империи, это День Солнца, это воскресенье, понимаете, первый день недели, первый день после субботы. То есть в 150-м году он пишет, что мы это делаем с самого-самого начала. Но опять же, мы это знаем и с преданиями. С преданиями. Поэтому если кто-то отвергает предания, тогда, соответственно, вы уж и по воскресеньям тогда не собираетесь, дорогие друзья, потому что тогда откуда вы это берете? Отвергаете? Тогда будьте логичны. Ну, мы знаем, что, собственно, сам канон Писания окончательно сложился уже около VI века после Рождества Христова. То есть он был, он употреблялся, ну, вот, скажем, на Первом Вселенском Соборе в 325-м году в Никее, собственно, уже в общих чертах канон, то есть список книг Нового Завета, он был закреплен на Первом Вселенском Соборе, но некоторые книги, по поводу некоторых книг были еще определенные сомнения, скажем, послание апостола Павла к евреям, тогда еще не было включено в Новозаветный канон, книга Откровения Анны Богослова не была включена, зато включалось, там, скажем, послание Климента епископа римского Коринфянам и некоторые другие книги. Лишь в начале VI века, вот уже окончательно было постановлено, что Новозаветный канон, список книг, имеет тот вид, который он имеет сегодня. Ну, в начале VI века церковь ничем не отличалась внешне уже даже от сегодняшней церкви. То есть были храмовые строения, вполне, так сказать, узнаваемые, знакомые нам формы, были уже зачаточные иконостасы, были иконы, были богослужебные облачения, был суточный круг богослужения, недельный круг, годовой круг. Ну, собственно, все уже было вполне, то есть уже те формы приняло, которые, которые оно существует и сегодня. То есть все те формы, за которые сектанты обвиняют нас в язычестве, что церковь, где-то она приняла разные языческие обычаи и отошла от раннехристианской простоты, чистоты и прочее. Но, коль скоро церковь, если, по вашему мнению, церковь приняла всевозможные языческие обычаи, значит, так сказать, из нее ушел Дух, Дух Святой. И, значит, каким образом она могла признать канон Писания? Если в церкви не было Святого Духа, естественно, канон Писания она не могла принять. Значит, опять же, отвергая церковь, я еще раз показываю, тогда они, опять же, должны отвергнуть и Писанию. Потому что другого, если быть интеллектуально честными, другого не получается и по-другому быть не может. А если вы принимаете Писание, то тогда вы, собственно, должны принимать и все остальное. В этом смысле, когда сектанты, вот я им доказываю, что очень много элементов предания они заимствуют у нас и берут, я как бы этому ничуть не огорчаюсь. Я, наоборот, этому радуюсь, говорю, ну только берите больше. Знаете, как есть история в Патерике про одного древнего монаха, чья хижина находилась на окраине Сирийской пустыни, и вот на хижину его напали разбойники. Собственно, они перевернули все верну, забрали нехитрые пожитки, которые у него были, избили его и ушли. И вот этот старец встает, встает на ноги, вытирает с лица кровь и видит, что в углу его хижины осталась ряса. Лежит ряса, ну, естественно, ряса не такая, как мы сегодня видим, а просто там грубый кусок мешковины, которую даже, собственно, разбойники побрезгуют, не захотели взять с собой. И вот он хватает эту рясу, забегает из дверей своей хижины и кричит уходящим разбойникам, братья, братья, погодите, погодите, вы забыли еще это взять, возьмите еще это, может вам пригодится. И в этот раз я тоже обращаюсь, может быть, вот и тут присутствуют какие-то сектанты, я обращаюсь к вам, дорогие друзья, вы уже взяли элементы, элементы преданий, берите больше, берите, не стесняйтесь, берите, берите все, берите нашу, нашу ризу Божьей Матери, берите и нашу молитву святым, берите наши молитвы за мертвых, берите абсолютно все и становитесь на нем. Становитесь православными, двери открыты. Если вы действительно честно перед собой, если вы действительно ищете Бога, то другого варианта, так сказать, другого варианта у вас просто нет. Вещь совершенно, совершенно очевидная. Отрицая предание, вы отрицаете какой-либо вообще критерий понимания Писания. Если вы отрицаете предание, то тогда, иными словами, ни одно истолкование Писания тогда не может быть лучше или хуже другого. Почему баптисты говорят, что яговисты ошибаются, и мормоны ошибаются, а адвентисты седьмого дня ошибаются? Если вы, скажем, баптисты, отвергаете предание, то тогда вы не можете говорить, что другие ошибаются, тогда у других точно такое же право толковать Писание так, как им хочется. Тогда ни одно из толкований не может быть ни лучше, ни хуже другого. Ни одно из толкований не может быть более или менее истинным, чем другое. Тогда они абсолютно отвергают предание, значит, тогда абсолютно все толкования равны. Но на самом деле каждая из этих групп что-то говорит, что мы понимаем Писание правильно, а остальные понимают неправильно. Вот мы, библейские христиане, получается какая-то странная вещь, что множество групп существует, каждый из них говорит, что мы библейские христиане, мы живем по Писанию, мы читаем Писание и живем и ничего другого. Но, простите, тогда, казалось бы, действительно просто. Вот вы читаете Писание и живете по Нему. Ну, почему тогда вы не согласны с другими, которые говорят, что они делают то же самое, и с третьими, и с четвертыми, и с пятыми? И тут мы видим, собственно, что нет конфликта между Писанием и преданием. А конфликт есть между преданием с большой буквой, которая живет в Церкви, и в котором живет Церковь, и мелкими преданиями, которые есть у каждой из этих групп, у каждой из этих всех. Только если наше предание восходит ко Христу и его апостолам, то стектанские предания восходят, ну, в лучшем случае, к дедушке и их пасторам. А то, собственно, и к самому пастору, который подходит к Писанию с определенным, так сказать, с определенным уже идеям, и толкует относительно того, как он сам его понимает. Вот мне даже недавно задавали вопрос, вас, горе, кто-то меня спросил, а как по-вашему неговисты они хоть раз прочитали Писание от корки до корки, или они просто читают только те цитаты, которые им подсовывают на собраниях, или на которые там обращают внимание «Сторожевая башня». Такое впечатление, что они обращают внимание только, так сказать, на цитаты, а изначально от начала до конца они Писание не читали. Это вот действительно такой сектантский подход к Писанию, когда человек подходит к Писанию уже заранее определенной идеей со своей концептой, со своим, так сказать, мелким преданием, и уже кроит Писание соответственно своему преданию. То есть одни говорят, что Писание это то-то, то-то и то-то, другие говорят нет-нет, Писание это вот то-то, то-то и то-то, но всегда остается масса чего-то лишнего. То есть это вот как мальчику подарить машинку, и что сделает мальчик? Первым делом он там машинку раскрутит, потом спохватится, что разберет на составной части, спохватывает, что скоро придут родители и еще будут его ругать за то, что машинка разобрана, начинает ее собирать опять, сектантов всегда очень много что в Писании оказывается лишним, что не вписывается в их концепцию. В их, собственно, то предание, с которым они подходят к Писанию. И в общем, я признаю, что среди сектантских лидеров могут быть весьма умные люди. А возможно, даже лидер какой-нибудь секты умнее, чем там тот или иной священник, скажем, вот у него просто больше дарования, чем того или иного священника. Ну и что? А, так сказать, к чему это приводит? Это все равно как взять какого-нибудь астронома-любителя, который сам себе отшлифовал стекла бутылочные, сделал самодельный телескоп и смотрит на звезды и что-то там такое видит. Может, он даже такой вполне талантливый самоучка, но можно ли сравнить его наблюдения с громадной обсерваторией астрономической, со своей научной школой, с громадными телескопами и так далее? Понятно, что совершенно это ни в какое сравнение не идет, и все равно то, что он через свои шлифованные бутылочные стекла увидит, никогда полную картины звездного неба он через нее не получит. Вот, собственно, видите, опять же, конфликт между преданием с большой буквы и мелкими сектантскими преданиями, которые есть у каждой из них. и вот, если мы теперь с вами посмотрим, немножко зная это, рассмотреть историю появления всевозможных сет и разделений. То есть, сектанты нам часто говорят, те или иные сектанты, что вот, что это у вас за церковь, и что это у вас такое в церкви происходит. Разве в раннем христианстве было такое? Разве в раннем христианстве были такие храмы, было такое пение, были такие облачения и всякое такое, ведь не было. А вот у нас мы как раз собираемся, наши собрания, они свободны, у нас там иерархии нет, у нас ничего не было, свободное собрание как раз как в раннем христианстве. Ну, во-первых, конечно, все не так, потому что, скажем, иерархия и определенный бедослужебный порядок был с самого начала. Обычно, собственно, церковь, это живой организм, это тело Христова. Собственно, в любом теле есть иерархия. Если в теле нет иерархии, то это уже не живое тело, это труп. Поэтому иерархия, разумеется, была с самого начала. Так же, как и очень четкий богослужебный порядок, который, собственно, не изменился с самого первых времен, с самого начала церкви до сегодняшнего дня. Костяк богослужения, в принципе, остался тем же, тем же самым. Но, конечно, современная церковь, внешне, сильно отличается от раннехристианской церкви. С этим никто не спорит, это очевидно. Но отличается современная церковь от раннехристианской примерно так же, как громадный дуб отличается от желуди. Внешне они совершенно не похожи. Но, тем не менее, в дубе нет ничего того, чего не было бы в желуде. Просто в желуде это все в зародыше. Дальше он начинает расти и под воздействием природных факторов он растет. Дуб принимает именно ту форму, которую он принял. Я не специалист по ботанике, но, скажем, если с одной стороны дует ветра сильное, значит, он, соответственно, искривляется определенным образом в ту сторону, чтобы защищаться от этих ветвьев. И с другой стороны припекает солнце, значит, там более густая листва и так далее. И, соответственно, в истории церкви тоже бывали различные искушения и постоянные нападения и искривления, искажения учения церкви. И именно тогда, скажем, более толстый слой коры нарастал, чтобы защищать именно с этой стороны. И, в общем-то, если мы посмотрим в историю православной церкви, мы видим, что церковь очень с большой неохотой формулирует догматы веры. Потому что правила нашей веры, догматы веры, это всегда тайна, которую человеческим языком до конца не сформулировать. То есть, всегда наш язык он ограничен. И всегда, так сказать, божественная тайна остается недосказанной. Но именно все догматы в нашей истории возникают именно тогда, когда возникает опасность. опасность лжеучения. И тогда, если мы посмотрим, как сформулированы наши догматы, они всегда сформулированы скорее отрицательно. То есть, они говорят, что Бог не такой, не такой, не такой. Мы веруем не так, не так и не так. И так далее. То есть, скорее, всегда вот такой отрицательный формы имеет, именно чтобы заградить и защитить учения от опасных искажений и отклонений. Один современный православный богослов, когда он говорил о Риммокатоличестве и о православии, он сказал, что Риммокатолики, они как раз очень любят всегда составлять, так сказать, полное, так сказать, изложение учения, полную сумму теологии и так далее. И вот этот богослов сказал, что риммокатолики, они, риммокатолические богословы, они всю жизнь проводят за рисованием карты Небесного Иерусалима. А православное богословие, оно в первую очередь заинтересовано тем, чтобы как указать путь к Небесному Иерусалиму. Наши догматы это всегда путевые указатели, что нужно идти в ту сторону, а в эту сторону опасно, в эту сторону вы забудетесь, вы попадете не туда. Но если вы проведете всю жизнь за черчением карты Небесного Иерусалима и не будете знать, как туда попасть, то, так сказать, пользы от этой карты вам никакой не будет. А если вы поймете, какой правильный путь будете идти этим правильным путем, то даже не имея карты Небесного Иерусалима, ну уж как-нибудь там разберетесь. Главное все-таки дойти до этих ворот в Небесный Иерусалим. Вот. А, собственно, и так мы говорим, опять возвращаемся к нашей аналогии, с деревом, с дулом, который растет, который под воздействием природных факторов принимает ту или иную форму. Ну и также мы знаем, что случается в жизни дерева и такие, как бы, катастрофы, когда, скажем, если на одну ветку навалить масса такого инородного материала, там, скажем, зимой снега навалило на нее много, еще что-то, то есть то, что не принадлежит этой ветке, то, если будет такой перевес, ветка может отломиться. Отломиться и отпасть от дерева. И, собственно, вот так же происходило и в истории церкви. То есть тогда, когда накапливались в той или иной местной церкви человеческие обычаи, человеческие предания, которых стало делать гораздо больше, чем, собственно, вот того предания, в котором живет церковь. И тут нужно опять же понять, что человеческие обычаи, человеческие предания, они сами по себе неплохие. То есть есть много разных таких, просто, ну, главное – это уметь отличать одно от другого. Есть много таких, ну, я не знаю, есть у нас там замечательное предание, на масленице есть длины. Мелый, это человеческое, человеческое обычное, человеческое предание, мне он очень нравится, и все, ну, просто это не главное в христианской вере. И если, так сказать, так сложится, что, я не знаю, в моей жизни у меня там не будет больше возможностей ни разу есть длины на масленице, я от этого бездана менее православный, так сказать. Мало ли, там есть другие какие-то обычаи, просто нужно всему знать место, нужно всему знать место и, так сказать, отличать главное от второстепенного. Тогда, когда мы второстепенное принимаем за главное, тогда возникает серьезная проблема, и тогда уже, собственно, начинают накапливаться ошибки, начинают накапливаться какие-то извращения, когда, там, собственно, мы видим, как в газетах то, что выдается за православие, когда какие-то, там, местные, местные сельскохозяйственные обычаи, что в такой-то день нужно сеять, а в такой-то день нужно похать, выдается, собственно, за, там, собственно, вот, там, сокровенное, сокровенное православное учение, там, и так далее. То есть, это именно, вот, происходит подмена каких-то, там, местных обычаев, преданий, в которых самому, в самих по себе нет ничего плохого, но когда они выдается за главные, тогда это уже действительно происходит очень и очень плохо. И, вот, собственно, так происходило, когда, там, громадная ветвь, западная церковь, на нее накопилось очень много таких инородных обычаев, которые, так сказать, они стали принимать именно за главные и за основные, и под весом всего вот этого Навального эта ветвь отломилась, и отпала от ствола, от соков, от предания, так сказать, от того предания, в котором живет церковь, от того единого предания. Ну, и что, что происходит с веткой, которая отламывается и падает на землю? Она начинает сохнуть и больше уже не может удержать собственного единства, она начинает сохнуть и разламываться. Поначалу это может быть незаметно, вот, у нас во дворе растут тополя, тополя дают пух, и, соответственно, многих аллергиков вызывают аллергию. Вот прошлой весной у нас заранее ветку тополей обрубили, чтобы они не давали пух, потом солнышко стало припекать, снег растаял, и веточки эти лежали прямо возле возле тополей, ветку большую, они стали давать такие зеленые клейкие листики. Им было очень жалко эти ветви, потому что было очевидно, что вот листики они дают, но, конечно, не разовьются эти листики в полную силу, и плода уже, конечно, от них тоже никакого не будет. Вот так, собственно, и когда, конечно, большая такая ветвь, как западная церковь отвалилась, конечно, поначалу это, может, там не было так заметно, потому что какие-то там листики вырастали, но уже лежало на земле, уже, так сказать, уже начался процесс засыхания, еще сверху все время там прошлогодние листва сыпалось, еще что-то, и чем дальше, тем больше все это отдалялось от единого предания. И дальше, собственно, если мы посмотрим вся история западного христианства, это бесконечные попытки реформации, потому что там было много умных и серьезных людей, которые понимали, что происходит что-то не то, которые понимали, что где-то что-то расстроило, где-то что-то нарушилось, и что что-то нужно сделать. Но попытки все были, как бы, очистить и вернуться, вот, говорят, нужно очистить от чего-то на основу и вернуться вот к раннему христианству, скажем, люто в 16 веке, который, он возмутился и восстал против тех обычаев, которые царили в Риме католической церкви в 16 веке. Ну, с человеческой точки зрения его можно понять очень хорошо, потому что то, что там происходило, действительно страшно, и действительно не могло не шокировать любого, так сказать, ну, человека с искренним религиозным чувством. Но тот рецепт, который он предложил, оказался еще хуже, потому что, на самом деле, чтобы оживить ветку, то есть единственный способ, который он может, это привить ее назад к стволу, чтобы она вновь, так сказать, присоединилась бы к тому преданию, к тому, к той жизни Святого Духа, которая существует в церкви. Он вместо этого, скажем, нужно все очистить, так сказать, наносное, оставить только вот то, что, так сказать, принадлежало раннему христианству. То есть сам Лютер, вот этот вот термин соло-скриптура, только писание, он не говорил, это уже следующее поколение после него сказали, ну, примерно так, идея была такая. Поэтому он отломал часть этой ветки, всю ветку ему не дали, он отломал часть и давая ее очищать от всего, наносного, что там было, заодно обрывая и те немногие листики, которые там еще оставались первоначально. Смотрит, ничего не получается. Следующее поколение после Лютера говорит, нет, нет, давайте, нужно больше очищать, он просто не дочистил. Они себя отламывают опять по части. Эта ветка начинает чистить дальше. И, в общем, к середине, там, в начале, в середине XIX века получается в западном мире множество всевозможных секций, секточек, каждый из которых, образно говоря, держит в руках кусок сухой палки и говорит, что только писание, мы живем только по писанию. Вот оно, вот оно наше писание, и мы по нему живем. И все они, опять же, как мы уже говорили, не согласны друг с другом. И, опять же, несомненно, что люди тут, ну, понимали, что, чувствовали, что что-то не то. Необходимо найти какой-то критерий. Необходимо найти тот критерий, который мог бы сказать, что наше понимание писания и является истиной. То есть они пришли, собственно, к тому, к поиску предания, на самом деле. То, того предания, которого они знали. Они пришли к тому, что то, что они отрицали, на самом деле, друг оказалось необходимым. Но вместо того, чтобы, опять же, вернуться к преданию, они начали искать эти критерии вообще вовне. Ну, то есть, иными словами, взять, нарвать какие-то там листики на соседнем дереве, приезжать к палке и говорить, вот видите, вот палка у нас живет, вот листики зеленые. Но другое дело, что эти листики моментально засыхают, отваливаются, опять ничего не получается. Это вот, скажем, так возникли адвентисты седьмого дня или первоначальные пятидесятники. Адвентисты седьмого дня, которые говорили, собственно, взяли за свой критерий откровение Елены Уайт. Елена Уайт была такая американская девушка, которая в 16 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму, после которой у нее начались припадки, ну, по типу эпилептических. Она падала на землю, у нее пена на губах появлялась, билась в конвульсиях, и во время этих припадков ей что-то такое виделось. Потом она приходила в себя, она записывала то, что ей виделось, и адвентисты сказали, что вот Елена Уайт – это ключ к писанию, именно через Елену Уайт, она пророчится, через нее можно понимать писанию. Ну и понятно, что, так сказать, этот критерий далек от чего-либо. Это уже, собственно, вот те листики, которые они нарвали вообще вне, так сказать, христианского поля. И родомачальники пересятничества, которые долго думали и сказали, вот-вот-вот в чем дело. Необходимо личное переживание, личное пересятница, личное крещение Святым Духом. Вот это вот, так сказать, это и есть то, что даст нам ключ к писанию и позволит отверстия, что наше понимание писания самое правильное. Вот если человек лично пересчет Святым Духом, ну, конечно. А для нас, с православной точки зрения, личная пересятница – это полная бессмыслица. Что такое личная пересятница? Пятидесятница – это событие, которое произошло однажды в истории, оно неповторимое и невоспроизводимо. Это, собственно, то событие, которое описано во второй главе Деяния апостольских. Сушествие Святого Духа на апостолов. Но другое дело, что в Боге нет пространства и времени. И те таинства, которые совершаются в церкви, они позволяют нам преодолеть пространство и время и войти в ту единственную Пятидесятницу, которая была изначально, которая, собственно, вот произошла однажды. Точно так же, как и в таинстве Евхаристии, которое совершается в церкви – это не повторение Тайной Вечери, не разыгрывание ролей, так сказать, ролевое разыгрывание Тайной Вечери, но это тоже таинство церкви, которое позволяет нам войти в ту единственную Тайную Вечерю, которая была совершена Христом однажды, которая существует по всей Вечности. Ведь вы вдумайтесь, Христос на Тайне Вечни, которая произошла до Его распятия, Он собрал в чашу кровь свою, которая еще не была пролита. Он преподал, Он преломил для апостолов свое тело, для своих учеников Он преломил свое тело, которое еще не было преломлено и не было растянуто на кресте. В хронологической точке зрения. Но это потому, что для Бога нет ни вчера, ни завтра. Для Бога есть одно только сейчас. Ведь то время, в котором мы живем, дорогие друзья, то время, в котором мы живем, это страшная трагическая реальность. Время после прихопадения. Время, в котором прошлое, которого на самом деле фактически нет. Прошлое, оно уже ушло, его не вернуть. И уходят в прошлое наши друзья, наши близкие, наши родные. Прошлое несет в себе смерть, разлуку, расставание. Будущего тоже не существует, потому что оно нам неизвестно. А настоящее, это такая бесконечно тонкая пленка, что в момент, когда мы его осознаем, оно уже уходит в прошлое. И его уже нет. Но для Бога нет ни прошлого, ни будущего. Для Бога одно развернутое настоящее. И в таинствах церкви мы входим в это настоящее, в это настоящее, в это божественное сейчас. И входим в те единственные события, которые были. Поэтому там личная пересядница, конечно, это абсолютный такой полный бред, который никак, так сказать, никуда не укладывается. Тем более, если подумать, что, собственно, сектанты принимают за эту личную пересядницу. Это вот там падание на пол, визжание, утрата даров членов раздельной речи и прочее. Они говорят, что такое просто истеричное состояние, они принимают за личную пересядницу и говорят, что вот оно. Вот оно существует. Понятно, что это не так, но интересно, что когда пересядничество, даже еще не современное пересядничество, это старое пересядничество, когда оно заразилось на улице Азуза в 1906 году в Лос-Анджелесе, это вызвало просто такой бум в тогдашнем мире, в постпартестантском мире. Все говорили, вот, вот, действительно, вот нашелся этот критерий, нашел к облечению своего духа, приезжайте в Лос-Анджелес, на улице Азуза, там вы увидите, возродилось подлинное христианство, теперь, наконец, мы все объединимся, теперь есть вот этот вот критерий, есть и так далее. Ну и что произошло? Через год все эти пересядники так разругались друг другу, как еще никто до конца не ругался. То есть разделились на множество групп, группочек, всевозможных сабов, иной раз экзотических. Были, даже такая была экзотическая группа, как пятидесятники, змеи и держатели. Эти вдохновлялись концом Евангелия от Марка, где перечисляются признаки, которые будут отличать истинных христиан, в частности, там говорится, что они возьмут в руки змей, и змеи им не повредят. И вот эти пятидесятники проповедовали со змеями в руках. Правда, они брали змей очень сонных и очень сытых, но все равно кончилось все это плохо, потому что змеи их перекусали все-таки. И секта на этом завершила свое существование. К счастью, я должен сказать, что эта секта имела распространение в Америке, поэтому змеи они брали в руки этих гремучих змей. А укус гремучей змеи не смертелен по большей части, то есть если нет аллергии. Но все равно, когда гремучая змея укусит, то проповедовать после этого возможности нет. То есть чувствуют себя очень плохо. И уносят на носилках со сцены, и это сказать на этом. Поэтому, видите, и этот критерий не сработал. И тогда уже появилось новое поколение сект, те, которые мы называем сейчас тоталитарными сектами, которые сказали, а зачем нам вообще нужна вот эта сухая палка? По дну ее пойдем, к лучшему соседнее болото, там у нас сока такая растет, сочная, там крапива замечательная. Вот, будем ее вдохновляться. И это вот уже как бы новое поколение современной тоталитарных сект. Вот это примерно, наверное, те основные вещи, с которых мне хотелось бы сегодня начать. И я вижу, появилось уже множество записок. Я вчера обещал, что вчера была в конце записка относительно иконы почитания. И вот, может быть, мне стоит ее опять еще раз воспроизвести. Автор ее сказал, что православные, в отличие от римокатоликов и протестантов, они поклоняются иконам, а вот католики и протестанты иконами поклоняются. И откуда вот у православных это такой языческий обычай? Ну, во-первых, человек, очевидно, автор этой записки ничего не знает о римокатоликах, потому что касается римокатоликов, иконы у них присутствуют не меньше, чем православных, и не только иконы, но и статуи. Во-вторых, нужно, конечно, очень важно подчеркнуть, автор, надеюсь, автор этой записки тут присутствует, для него очень важно подчеркнуть, что православные иконам не поклоняются. Мы поклоняемся только Богу. Иконы мы почитаем. И почитаем иконы, то есть понятно, что мы почитаем не дерево и краску, а что через почитание икон поклонение относится к тому, кто изображен на иконе. Поклонение относится к оригиналу. То есть если вдуматься, что такое икона? Икона – это греческое слово, означает, что оно образ, переводится на русском как образ. Впервые икона, слово икона появляется в Библии в самом начале книги Бытия, когда Бог говорит «сотворим человека по образу и подобию нашему». Вот в греческом переводе книга Бытия, когда говорится «образ», то там говорится как раз икона. То есть человек – это икона Божия. Когда мы встречаем человека и кланяемся, кланяемся человеку, кланяемся нашему знакомому, то можно возразить, что же это такое, что за это поклонство? Почему мы кланяемся, когда кланяемся Божием только Богу? Нет, мы кланяемся образу Божию, который есть в этом человеке. То есть мы кланяемся иконе Божией, которая есть в этом человеке. Библия – это словесный образ Божий, это словесная икона. И интересно, вот как сектанты, которые упрекают нас в иконопочитании, как они относятся к Библии, что они вырывают из нее страницы, чтобы использовать в качестве носовых платков, или завертывают в них бутерброды, или все-таки они как-то кладут Библию на особое место в своем доме. А почему? Чем это же бумага и чипографская краска? Что же это вот тогда так относится? Не более чем просто обычная бумага, обычная чипографская окраска? Не более того, нет. Оказывается, необычная. Это все-таки словесный образ Божий, словесная икона Божия. Знаете, все-таки есть некое особое отношение к Библии. А потом часто, вот когда сектанты начинают что-то говорить об изображении, что вот нельзя делать изображение. Вот почему вы делаете изображение, целуете изображение? Я просто несколько раз спрашиваю, скажите, а нет ли у вас там, вы не носите, скажем, у вас в бумажнике фотографии вашей жены или детей? Часто оказывается, что носит. Я говорю, не покажете эту фотографию? Не показывает фотографию детишек. Я говорю, ну, видите, в чем эта фотография? Возьмите, бросьте-ка на пол, порвите, бросьте-ка на пол и поплюйте на нее. И потопчите ногами. Как? Почему я буду это делать? Ну, как? Это же бумажка, обычная бумажка. В чем проблема? Вы же там не детей своих топчете, а обычную бумажку, там, фотоэвульсия, еще что-то. Чем она мешает? Да поплюйте и потопчите. В чем дело? Ну, нет, я не могу, это же моя жена изображена. Мои дети. Ага. Значит, к изображению вашей жены и детей вы относитесь с определенной постельной. А почему? А как же мы тогда должны относиться к тому изображению, где изображен Господь Иисус Христос? Который сказал, кто любит свою жену и детей более, чем меня, тот не достоин меня. Значит, получается, что вы любите свою жену и детей более, чем Христа? То есть, изображение Христа, по-вашему, ничего не стоит, его можно там уничтожать, там, плевать на него, еще что-то, а за грани своей жены вы такое не сделаете? Естественно, для христианина, с особым почтением, с особым уважением, с особым трепетом он будет относиться к изображению Христа. К изображению святых, которые мы молимся и которые ближе к нам, чем часто, там, и члены нашей семьи, в которых также отражается, уже отразился в полной, в полной мере, насколько это возможно, в тварном образе, в облик Христа. Вещи-то такие совершенно очевидны. И, так сказать, при помощи обычной логики достаточно к этому пить. Это вот просто ответ относительно икон. Я, кстати, просто про икон, сейчас, по последней, я не могу не рассказать совершенно анекдотический случай, который я был свидетелем несколько дней назад. Это просто свидетельство того, насколько в нашей жизни все перевернуто вернуло. Две недели назад я был в городе Нижневартовске, тоже читал там лекции. И, вот вы хотите немножко тут... Да, насчет фона, ага. Я был в городе Нижневартовске. Так слышно? Нет, не слышно, да? Вот так вот, хорошо. Хорошо, так вот. До упора, до конца. Понятно. Вот, и там меня сразил грипп. И лежал я больной в гостиничном номере. Плохо себя чувствовал. На компьютере работать не мог, поэтому включил телевизионный ящик, который стоял в этом номере. И попал там на Олимпийские игры, на соревнования по фигурному катанию. На Олимпийских играх. И просто там вот был совершенно замечательный монолог этого комментатора. Комментатор говорит, вот, все пары, все пары, наши танцевальные пары, которые там, все падают, что-то с ними происходит, почему-то они все падают. И вот, наконец, выходит сейчас наша пара, наша российская пара претендента на золото. Только бы они не упали, только бы они не упали. Дайте, сейчас поплюю через левое плечо, по деревяшке еще постучу. Только бы они не упали. Вот, хорошо. Вот, посмотрите, выходит эта пара, и обратите внимание, фигуристка достает из кармана икону, на грудную карман икону, крестится, целует икону. И, знаете, она все время, когда выходит на лед, продолжает этот комментатор, когда выходит на лед, она всякий раз достает, целует икону и крестится. Когда сходит со льда, опять целует икону и крестится. Ни разу не пропустила это, все время, каждый раз делает. Удивительно своеверная фигуристка. Просто вот... Кстати, эта пара не упала и взяла золотца. У некоторых православных... Теперь уже вопрос. У некоторых православных авторов в русской классической литературе встречаются выражения ересь жидовствующих, жиды и так далее. Как Вы считаете, существует ли взаимосвязь между таким отношением к еврейскому народу, проявлением сиутизма в России, сегодня на бытовом уровне, даже в политике? Ересь жидовствующих не имеет отношения к еврейскому народу. Ересь жидовствующих это такая ересь, которая бытовала в 15-м и второй половине 15-го века на Руси. И в самом начале 16-го века она практически уже исчезла. Это была... Там, собственно, все... Так сказать, она... Действительно, ее родначальником был некий еврей Захария, но, так сказать, все основные ее, так сказать, деятели были вполне русскими. Это просто, ну, отказ от Божества Христа, увлечение определенными ритуальными предписаниями Ветхого Завета и прочее. Но это, опять же, это... Ересь имеет отношение к нашей отечественной истории, но в данном случае не к такому... Непосредственно к еврейскому народу. А в Евангелии фарисей постился два раза в неделю. Через каких событий держал он этот пост? Нет, просто считалось, так сказать, считалось правильным и полезным, таким образом выказывать свою преданность Богу, ограничивать себя и поститься. Без каких-либо событий, просто... Не было фиксированных дней, собственно, по которым он постился. Просто он, так сказать, вот выбирал... Каждый недель он выбирал два дня, в которые он постился. Он постился, кстати, это значит... Постился в то время, значит, он не как сегодня воздерживаться от мясной и молочной пищи. Поститься, значит, он, собственно, не есть ничего целый день. То есть до захода солнца ничего не вкушать, ни пищи, ни воды. Правда ли, что у масонов есть определенные жесты? А вы знаете, тут уже второй раз, слово масона пишется с одной буквой «С». Не с двумя «С», а с одной буквой «С». Слышал, что использовал украинским президентом Ющенко жест сжатие в щепотку большой указательной пальцы. В смысле так, в смысле? Которым он сейчас делает легкое движение, что он на совместительный клинчерикальный, является масонским. Так же относительно принадлежащие жесты к масонству. Что касается этого жеста, я ничего не могу сказать. Это такой жест, да? Я не знаю. Но то, что в масонстве есть определенные жесты, да. Но они скорее жесты и слова, скажем, жесты и некие выражения, по которым масоны друг друга распознавали. Например, то, что я знаю, могу сказать, есть вот так вот поднять руки вверх и сказать, кто поможет сыну вдовы, это вот тоже такой масонский жест, при помощи которого масоны часто, так сказать, узнавали друг друга и выходили из разных неприятностей. То есть известный случай, когда там армии противоположных сторон там воевали, кто-то там кого-то задерживал и там готовили к расстрелу. И вот там, скажем, человек, которого должны были расстреливать, масон, там, поднимав руки, говорил, и говорили, спалай. И так, значит, в расстрелении команде оказывался какой-то его собрат масон, который таким образом его освобождал. Интересно, что поднятые вверх руки и слова «кто поможет сыну вдовы» были последними словами, которые сказал Джозеф Смит, основатель мармонизма. То есть когда, собственно, с тюрьму, в которой он был, штурмовали разъяренные американские фермеры, и вот он, собственно, он острелился вначале, убил несколько человек, потом, когда он увидел что-то, так сказать, что он просто не может справиться, он подбежал к окну, поднял руки и произнес все эти слова, но просто снизу не было слышно, и прежде чем он успел договорить эту фразу, в него уже попало несколько пуль. Так что как раз основатель мармонизма Джозеф Смит, он был масоном, и очень многие мармонские ритуалы, собственно, это плагиат масонских, то есть он просто украл их у масонов. Что Вы считаете самой действенной мерой по борьбе с сектами? Наверное, нужно очки достать, потому что некоторые записки не могу. Самой действенной мерой по борьбе с сектами, я считаю, введение в школах вероучительных дисциплин, в первую очередь, конечно, поскольку Россия православная страна, и большинство верующих у нас православные, введение по православному закону Божию. Ну, там, опять же, если в классе достаточно количество, там, исламских детей, то тогда они могут на этот класс уходить в соседнее помещение, где тогда пусть изучают ислам и так далее. Но в первую очередь необходимо действительно религиозное воспитание, образование с детства. И тогда, собственно, мы ту базу, которая есть у сект, мы просто подарвем, потому что секты – это всегда кич, это всегда безвкусица, это всегда, так сказать, дурной-дурной вкус. То есть, если воспитание в православии с детства прививает, кто привьет детям в духовный вкус. И тогда, собственно, сектантам просто нечего будет ловить. Но когда какой-нибудь Владимир Пузаков, мигред, основатель сект Анастасии, пишет, то есть, из всего слов, Анастасия, не существующая Анастасия, говорит, что единственное дерево, которое упоминается в Библии – это кедр. Человек, который с детства проходил закон Божий в школе, он на этом книжку закроет и скажет «До свидания». Вот это будет чрезвычайно. А в вашей книге о Грозном высказываете сомнение в истинности авторства книги «Самодержавие духа» митрополита Иоанна Лазаревича в Санкт-Петербург. На чем основано это сомнение? Это сомнение, в частности, основано на словах личного свидетельства митрополита Ювенария Крутицкого и Коломенского, который, собственно, он публично несколько раз рассказывал, как он на одном из последних заседаний Синода, в котором присутствовал Владыка Иоанн, он перед заседанием Синода проходил в зал сомнение заседания, увидел, что перед залом все есть Владыка Иоанн, и читает с большим интересом эту книгу «Самодержавие духа», написанную его именем. Он сказал, что «Владыка, вы свою книгу читаете?» Он говорит, что первый раз вижу, интересно, что там написано. Вот, это свидетельство митрополита Ювенария Крутицкого и Коломенского. Кого ваше отношение к книгам Натальи Правдиной? Насколько велика, я не знаю книгу Натальи Правдиной, поэтому ничего не могу сказать. Правда ли, что Евдокия Марченко вписана в памятную доску Храма Христа Спасителя как спонсора? Не знаю, не видел, но не исключаю, что это возможно, потому что люди, которые жертвовали, их имена вписывали, и понятно, что, записывали на досках, понятно, что те люди, которые принимали пожертвование, могли не знать, кто такая Евдокия Марченко, и принять в нее пожертвование. Но это, даже если оно написано, это никак не значит, что это как-либо поможет Евдокия Марченко, главе секты, радостея, так сказать, оправдаться на страшном суде. Ну, то есть, вот это, сказать, никак не будет. Что, по вашему мнению, позволило христианству распространяться по такой огромной территории, даже одержать победу в борьбе за раострим, за раостримизмом, метроизмом и так далее. Ну, то, наверное, то, что, собственно, христианство, чем христианство отличалось от всех остальных религий. Все остальные религии говорят о том, что человек должен дать Богу. Что Бог, чего Бог требует от человека. Христианство – это единственная религия, которая говорит о том, что Бог дает человеку. Которая говорит о той жертве, которую Бог принес для человека, для нас. Все остальные религии говорят о той жертве, которую мы должны принести для Бога. То есть, это действительно, мы приходим в церковь не для того, чтобы давать. Мы приходим в Храм Божий, мы приходим для того, чтобы получать. Задача наша – освободить руки, освободить сердца наши, для того, чтобы мы могли бы принять бесценный Божий дар. Такой Божий дар, то есть если у нас чем-то наши руки и сердца заняты, мы его уже не сможем принять, мы его не удержим. Это вот прежде всего. Ну и, конечно, известно выражение Тептулиана, который говорил о том, что даже язычники говорили между собой, смотри, как эти христиане любят друг друга. Бог есть любовь, и, собственно, вот эта вот любовь, она была явлена как раз в христианстве. И весь мир, собственно, видел отражение Божественной любви в христианах. В этом смысле, если в нас это отражение Божественной любви мир увидит, то мир опять станет христианским. Наткнулся в интернете на сайт русские гаубицы. Они называют себя православными, судя по высказинам главным образом, на форуме поддерживают националистов, РНЕ, Кенхенов и их подобных, учат ненависти хвостям и иностранцам. Может ли этот сайт иметь отношение к какой-либо секте? Ну, может быть, но больше, поскольку я его не видел, сказать не могу. Может, просто, может, опять же, РНЕ-шники, Кенхенов, может, сами, наверное, не знаю. Знаете ли вы что-нибудь о яговистах, секте вознивших в XIX веке русского происхождения и книге «Общесловические истины»? Это одна из отечественных сект. Это одна из отечественных сект, которые отрицали Божество Христа, говорили, что верить нужно Богу и Егова. Вы совершенно правильно написали, они Егова писали через Е. Есть и Егова, а просто Егова, создатель секции Капитан Ильин. На сегодняшний день, насколько я знаю, их не существует. То есть они просто не пережили всех эволюционных лет. А к свидетелям Егова никакого отношения не имеют. Секта возникла абсолютно автономно от них, даже раньше, чем к свидетелям Егова, которые возникли у основателей, которых был Рассел, часто из Рассел. Какова история появления, поклонения мощам святых, в каком веке оно появилось? Собственно, изначально оно было, то есть Тертулиан, который ранний христианский писатель говорил, что кровь мучеников – это семя христианства. И поэтому, собственно, как только стали появляться мученики, так, собственно, на их останках, на их костях, на их кровницах совершались богослужения, совершались их христики, в первую очередь. И, собственно, именно оттуда идёт поклонение мощам святостей. То есть первоначально, собственно, все святые были мученики. Потом уже, когда мученичество стало реже, стали появляться и развиваться и другие типы святостей. То есть, ну и совершенно, опять же, совершенно очевидно, что человек, который живёт святой жизнью, который всю свою жизнь посвящает Христу, то и тело его также обожается. И тело его также, так сказать, проникается в божественные, в божественные иные. И отсюда, собственно, вот это почитание мощей святых. Но, опять же, тоже нужно напомнить, что слово мученик, просто когда мы говорим мученик, у нас это однозначно ассоциируется с мучениями и страданиями. Даже иной раз, как-то так оно широко используется, что там, вот там, у неё муж пьёт, она настоящая мученица, там, или ещё что-нибудь. В этом роде, так, в бытовом языке говорят. На самом деле, слово мученик – это не совсем правильный перевод греческого слова «мартирос», что значит «свидетель». Мученик – это свидетель. Свидетель, который свидетельствует о Христе всей своей жизнью и даже своей смертью. И в этом смысле каждый святой – он мученник. Каждый святой – он свидетель. Каждый святой свидетельствует о Христе. И на самом деле, к свидетельству, вот к этому самому свидетельству, «Вы мне свидетели», – говорит Христос. Это Он говорит ко всем нам. То же самое слово используется «мартирос». Поэтому каждый из нас признан к тому, чтобы быть свидетелем. И просто, так сказать, во всей нашей жизни. Просто мы привыкли так воспринимать. Ну вот мученик – это действительно, который ставится уже перед выбором. Ну вот тогда, конечно, когда он перед главным выбором нас поставит, тогда, конечно, мы проявим важность Христу, верность Христу. Ну а пока можно так немножко расслабиться, пока что-то еще. На самом деле мы забываем как раз то, что, скажем, Баба Дорофей говорил о малых грехах. Малых грехах, которые опутывают нас и совершенно лишают нас какой-либо подвижности и возможности воспалять Господу. Когда мы говорим себе «ну подумаешь, я позволю себе эту малость», «ну подумаешь, я скажу это словом», «ну подумаешь, я посмотрю там эту картинку», «ну подумаешь, я там посудачу со своей знакомой», «ну подумаешь, я еще то, другое». И вот все это вместе подумаешь, каждый из этих вот таких мелких грехов, он как ниточка, которая нас привязывает, которая нас связывает. Это и получается, в конце концов, что мы вот этими мелкими грехами, опутно, как гулевер, которые лилипуты привязали тоненькими ниточками, но таким количеством этих ниточек, что уже, так сказать, пошевелиться он не мог. И действительно, стоит только вот начать эти, так сказать, послабления, они завязаешь, завязаешь, а тогда и не нужно думать, что тогда в нужный момент у нас хватит сил. Нет, тогда, боюсь, уже не хватит. Тогда, собственно, вот этими ниточками мы будем полностью привязаны и связаны. А вот взять там, опять же, Алла Дорофей говорит, вот «орел», говорит, «могучая птица». И попался орел, одним ноготком попался в сеть. Ну сколько у него там всего этих когтей? А он только одним коготком попался. И вот все у него свободно. И крылья у него могучие свободные, и клюв у него такой, что не подходи, заплюет. И все. А вот попробуй взлететь. Коготок завяз, а уже все. И уже никуда, никуда больше не дед. Это вот, так сказать, то, что он говорит о малых грехах. Может быть, как раз сейчас постом нам хорошо вот эти слова Алла Дорофея вспомнить. И постараться, так сказать, вот даже по мелочам сохранять верность. Быть свидетелем в малом. Быть свидетелем Христу в малом. И если мы будем в малом, то, опять же, по слову Господа, над Великим он тоже нас поставит. Второй вопрос. Кроме мармонов и саентологов, которых мы вчера вам помянули, знаете ли вы еще секты, сотрудничающие с Центральным разведным управлением? Ну, НИТЫ, которые, собственно, они пошли вверх после того, как они начали сотрудничать с Корейским Центральным разведным управлением, КЦРУ. То есть, оно, так сказать, потом, так сказать, Корейское Центральное разведное управление, КЦРУ, оно, естественно, сотрудничает и с ЦРУ в Соединенных Штатах Америки. Ну, есть еще также некоторые другие. Это просто такие самые известные, может быть, и самые распространенные. Александр Леонидович, объясните, пожалуйста, почему вы думаете, что сетевой маркетинг – это секты? Этот самый маркетинг дает возможность многим людям заработать на жизнь. Это просто ускоренное продвижение товара. Например, такая фирма, как Фаберлин. Спасибо. Но это вот все в записке одним и тем же почерком. Вы знаете, я боюсь, вы просто-просто ошибаетесь. Сетевой маркетинг не дает никому возможность заработать. Сетевой маркетинг, то есть сам по себе, он дает возможность разориться. В любой пирамиде сетевой маркетинг – это пирамиды. Я про фирму Фаберлин ничего не знаю, но, в принципе, любой сетевой маркетинг – это пирамида. В пирамиде всегда это доказано неоднократно, что богатеет только верхушка. И богатеет за счет основания. То есть вам, когда вы вступаете в сетевой маркетинг, когда вас завлекает сетевой маркетинг, вам обещают, что вы станете богатым заработать за счет того, что вы будете вербовать других людей и будете получать процент от их продаж. То есть сама пирамида, в первую очередь, она не заинтересована в покупателях. То есть она очень мало заинтересована в покупателях. Она заинтересована, прежде всего, в продавцах. Как их не называют? Там дистрибьюторами или еще что-нибудь. Она заинтересована в продавцах. И чем больше, так сказать, продавцов будет завербовано, то что продавцы, они уже однозначно этот товар приобретут. Дальше распространят они его или нет, это уже их проблема. Поэтому и задача, опять же, пирамида – это та организация, которая прежде всего занимается вербовкой, которая основной доход получает от вербовки новых членов, а не от распространения самого товара. Поэтому, если этот товар конкурентоспособный, если это хороший товар, то, уверяю вас, он вполне найдет место в себе и в обычных продажах. Если он распространяется помимо обычных продаж, значит, этот товар просто неконкурентоспособный, значит, вас просто обманывают относительно его качества. Но и главное, что вот эта пирамида, которая выстраивается, помимо всего прочего, просто неэтична. Потому что вы стараетесь вовлечь туда других людей, чтобы заработать на них. Для православного это однозначно неэтично. То есть я не сказал бы, что все фирмы сетевого маркетинга – это кислитарные секторы. Нет, есть фирмы сетевого маркетинга, которые сложившись в кислитарные секторы, есть те, которые до кислитарных секторов не дотягивают. Просто еще тут сказать, что они не развелись или не дошли. Но я скажу, что любой сетевой маркетинг – это неэтично. И участие в сетевом маркетинге несовместимо по нравственным принципам с православием. Это по меньшей вере. И элементы сектанства есть, опять же, в любой фирме сетевого маркетинга. Честно, вы не заработаете. То есть если, как вам не обещают, вы скорее всего просто отдадите последнее. И на самом деле сетевой маркетинг прежде всего, так сказать, процветает. У тех же самых известных фирм, как Amway и Herbalife, они большую часть дохода получают из стран Восточной Европы, где как раз не из богатых западных стран. Стран Восточной Европы, где действительно тяжелое материальное положение, и люди часто отдают последнее, чтобы, так сказать, как-то подняться и укрепиться. И естественно, так сказать, отдав последнее, больше у них уже, когда они родили последнее, больше у них уже, собственно, ничего нет. То есть это, так сказать, наживается практически на человеческой крови. Это не микрофон, это еще что-то. В книге «Верие по почему я верю в Бога» написано, что Александр Панин сделал открытие о том, что вся Библия закодирована числом 7. Как к этому открытию относятся православные церкви? То есть вообще, как у вас отношение церкви к содержанию этой книги? Вы знаете, есть определенная проблема с учеными, которые обращаются к православию. С некоторыми учеными, во всяком случае. Потому что, на самом деле, каждый настоящий ученый знает пределы своей компетенции. Вот если Бейник, он физик, он, возможно, там, талантливый и известный физик. Но при этом, так сказать, это не значит, что он имеет какие-то особые познания в богословии. И когда он начинает свои физические методы переносения в богословие, получается очень плохо. Потому что, на самом деле, есть наука, собственно, то, что мы называем наукой, с ее методами, с ее инструментариями, и есть вера. И научные методы на вопросы веры просто неприложимы и неприменимы. Это не значит, что одно противоречит другому. Нет, они существуют параллельно, они есть, но, так сказать, вера просто познается другим. Она не познается научными методами. То есть инструмент познания веры – это наша душа. Чем чище наша душа, душа отражающая Бога. Чем чище наша душа, тем более верно она отражает Бога. Вот, собственно, это и поэтому, так скажем, в изучении веры, в изучении православия особо имеют значение как раз святые. Святые, которые, собственно, благодаря жизни подвижнической, благодаря очищению своей души, которые приблизились к Богу и отражали Его гораздо больше, чем другие люди. Именно их свидетельством мы верим. Это, собственно, вот этот наш инструментарий, благословский инструментарий, который основан как раз на свидетельстве святых, на свидетельство Бога видов. Когда мы начинаем разные научные, физические, биологические и прочие критерии переносить, там часто, ну, я не знаю, то ли там, периодически все время бывают какие-то открытия, то там сообщают, что, оказывается, открыли, что душа весит 3 грамма. А мы с какого-то несчастного умирающего положили умирать на весы, и, так сказать, оказалось, что после смерти он стал легче на 3 грамма. Я не знаю, может, он хотел перед смертью, то, так сказать, нет, нет, от душа, оказывается, 3 грамма весит, и еще что-то. Но вот это вот подобные совершенно там смехотворные методы, поэтому, конечно, что же, значит, закодировано числом 7, но... Кто основал, учредил российское библейское общество? Когда? Вкратце, что вы ставили? Не знаю, я никогда не занимался российским обществом, российским библейским обществом, до, во всяком случае, оно существовало, до революции, потом было закрыто, и потом опять было возрождено. Но сейчас, так сказать, это некое такое экуменическое предприятие. Ну, с другой стороны, они издают библию на разных языках, и, во всяком случае, библию они издают в библейское общество только в канонических общих переводах. Поэтому в этом смысле им можно доверять, у них есть хорошие библейские издания. Неопиесятники считают себя последователями в Древней Церкви, отвергая православие, ссылаются на отрывочные высказания Блаженного Августина. Какие наиболее простые аргументы можно им предложить? Я первый раз слышу, что они на Блаженного Августина ссылаются, интересно, на что они ссылаются, и каким образом они последовательны в Древней Церкви. Когда неопиесятники ссылаются на Пятидесятницу, то есть, собственно, вообще-то, слово пересятник, оно прежде всего соотносится с Пятидесятницей. Не говоря, что вот дар языков, это тот дар, который был получен апостолами на Пятидесятницу. Вот тут можно им сказать совершенно очевидно, что это неправда. Потому что дар, который получили апостолы в День Пятидесятницы, это дар разумения языков. То есть вот апостолы говорили, то есть тот дар, который был, апостолы говорили на своем языке, и все люди, собравшие в Иерусалим, которые не знали их языка, они все поняли проповедь о Христе. Все до одного. Несмотря на то, что языка галилейского диалекта, на котором говорили апостолы, они просто, они как бы в нормальных условиях не понимали. И более того, я недавно еще обратил внимание на одно обстоятельство. Помните, сколько человек слышали апостольскую проповедь? То есть в тот день крестилось около трех тысяч человек, ну, соответственно, наверное, не все, кто слышали, крестились, было очевидно больше, то есть было во всяком случае несколько тысяч человек, которые слушали апостола. Проповедь была на открытом пространстве. Вы представляете себе ситуацию, когда три тысячи человек на открытом пространстве, можно, когда человек говорит, вот говорит апостол Петр, можно что-нибудь услышать? Это невозможно. Нет, просто, без микрофона, без ничего, естественно, просто услышать, услышать ничего невозможно. Тем не менее, мы знаем, что все, там, вот эти вот несколько тысяч человек услышали апостольскую проповедь и поняли ее. Если пересядники ссылаются на этот день пересядницы, ну, тогда там, в чем проблема? Собираете несколько тысяч человек на открытом воздухе, говорите и посмотрите, сколько из них вас услышат. И более того, почему-то ни один из неопересяднических проповедников, приезжая в другую страну, не выходит в микрофон без переводчика. Давай, если у тебя есть дар языков, полученных пересядницу, говори без переводчика, тебя должны все понять. Часто можно услышать от пересядников, что как же вы говорите, а вот там на собрании женщина рядом со мной заговорила на чисто китайском языке. Я говорю, там, а как, вы китайский язык знаете? Нет, не знаю. А в собрании кто не знает? Нет, никто не знает. А там, а как вы знаете, что это был китайский язык? Ну, так вот, мне там, Бог подсказал. Там еще что-то. Ну, такое я ни разу не сталкивался ни с одним пересядником, который говорил бы, там, пересядником или неопересядником, который услышал бы из уст своего собрата, не знающего иностранный язык, а иностранный язык тот, который он сам знает. Если только не считать, там, скажем, видеозапись Валерия Иванника, украинского неопересятика-харизматика, который, когда начинал говорить языками, у него там явно прослушивались такие слова «О, Шерри Брэнди, Кока-Кола!» Ну, и даже представим себе ситуацию, что какой-нибудь, наверное, неопересядник заговорил в собрании на китайском языке, ну, при этом, так, действительно, вдруг заговорил там о чисто китайском, но если никто тебя не может понять, то какой смысл в твоем китайском языке? Вот если бы на его 50-тичный проповедник приехал бы в Шанхай и там бы заговорил на мандаринском диалекте, я действительно сказал бы «Дивные дела твои, Господи!» Но ни разу никто без переводчиков из них не выступает. Какое-то древнее христианство. Как вы относитесь к Америке? Насколько сильно влияет на там русская православная церковь? Я по-разному отношусь к Америке. Я думаю, что сейчас американское правительство ведет очень такую ошибочную, неправильную политику, но Америка очень большая страна, там есть разные люди, есть очень хорошие люди, есть святые люди, у меня есть несколько очень близких друзей американцев, православных американцев. Что касается православной церкви, понимаете, в Америке есть не только русская православная церковь. В Америке есть там и греческая православная церковь, и сирийская православная церковь, сербская православная церковь, болгарская, румынская православная церковь. Есть в Америке американская православная церковь, это та церковь, которая была основана уже более 200 лет назад миссионерами православными из России на Аляске, преподобным Германом Аляскинским, и которая впоследствии перешла и на континент американский, она была метрополией русской православной церкви и в 1970 году получила автокефалию, то есть церковная независимость от матери церкви. То есть всего в Америке, конечно, трудно сказать, трудно считать, но считается около 6 миллионов православных. Ну, в общем-то, не так мало. В настоящее время в православной церкви сильны сектологические ожидания. Как стоит дело в христианских конфессиях и сектах? Имеются ли у них такие ожидания? Имеются ли мессианские ожидания у нехристианских секторов религии? Как они привязаны к нашему приемнию? Ну, у многих ли мессия ожидается вскоре? Ну, такой просто громадный вопрос. Я не сказал, что в настоящее время в православии сильны сектологические ожидания, если не считать различных групп, которые говорят о глобализме, о конце света и прочее. Но, на самом деле, сама эскатология, учение о последних временах, это эскатология, это учение о последних временах, оно присутствует и должно постоянно присутствовать в христианстве. То есть, собственно, мы об этом молимся. Когда мы говорим «Отче наш», когда мы говорим «Да приедет Царствие Твое», это значит, то есть мы просим Бога, чтобы вот этот вот конец мира и страшный суд поступил сейчас. Супил сейчас, и поэтому, так сказать, мы, к сожалению, так сказать, христиане забывают об этом, не воспринимают это всерьез, но на самом деле вот это и Евхаристия, это эскатологическое тайство. Царство Божие, которое явлено уже здесь и сейчас. Здесь и сейчас оно явлено, но Евхаристия – это предвкушение Царства Божия, предвкушение той трапезы Царства Божия, которую мы все призваны. Ну а так, потому что, что касается там такой фальшивой эскатологии, которая есть в сектах, да, очень во многих сектах предсказывают, в конце света и прочее, да, и буддисты там ждут своего Майтрея, и там, индуисты ждут кальки и прочее. Да. Уехал. Вот мормоны, они до определенной точки зрения, до определенных, так сказать, ну вот уровня дорастают, а дальше просто их клинит. Вот там начинаешь говорить, и все, и вдруг какие-то пустые глаза и совершенно непонимание. И это удивительно, на самом деле, вы посмотрите, все-таки мормоны – это достаточно старая секта, существует уже без малого 200 лет. И просто не дала она, ну ни одного сколько-нибудь видного, там, деятеля культуры, мыслителя, там, писателя, ничего просто. Это вот, как я и говорю, она, то есть настолько просто, вот, как бы, мормоны, они там, даже вот там сотрудничество с ЦРУ, там, они вот такие хорошие служаки, исполнители, но никогда на таких, на каких-то высоких должностях в ЦРУ мормоны не были. Потому что там, где требуется хоть творческий подход, еще что-то, не дорастает, просто вот они не получаются. Максимум, кем мормоны очень хвастали, что самый высокопоставленный мормон в истории Соединенных Штатов дослужился до министра сельского хозяйства Соединенных Штатов. Это вот, как бы, тот максимум, который они, которого они могли достигнуть. Большего у них не было. Кочетковцы не находятся под запретом. Почему к ним отрицательное отношение? Дайте немного информации о них. Ну, у нас много кто не находится под запретом. Я не знаю. Отношения к Кочетковцу, наверное, разные есть. Ну, что касается меня, чем больше я, так сказать, вижу то направление, в котором развивается группа, сложившаяся вокруг священника Георгия Кочеткова, чем больше они, то они вырождаются в такую очевидную секту, которая противостоит себя всей целью. Собственно, учения, у нас времени нет подробно говорить о Кочеткове, но учения священника Георгия Кочеткова совершенно не соответствует православному, не соответствует православию, просто, скажем, его основное учение о том, что в церкви есть два уровня членов, есть полные члены церкви и неполные члены церкви. Это, так сказать, это, как он говорит, синагогальная, синоксарная структура церкви, это какое-то уродливое совершенно обучение, которое к поднему православию не имеет отношения. В конечном итоге выходит, что полные члены церкви – те, которые проходили катехизацию у священника Георгия Кочеткова. Правда, когда я помню интервью, которое у него брал один из его последователей, и говорит, что вот отец Георгий, говорят, что вы говорите, что полные члены церкви – это только те, которые проходили у нас катехизацию, а другие – это не полный член Церкви. Вчестовый, ну, вот все-таки не совсем так, искажают мою мысль, ну, не все. Вот там, скажем, преподобный Серафим Саровский, он у нас не приходил к катаклизации, но все-таки он полный член Церкви. Ну, и я, например, я тоже не приходил у нас к катаклизации, но вы же не скажете, что я не полный член Церкви. Ну, а в остальном, конечно, в общем, так сказать, потом, ну, и целый ряд других учений, и главное, собственно, есть вот эта вот система, которая очень похожа на сектантскую систему контролирования сознания. То есть, когда это, там, бесконечная катаклизация, даже если человек приходит крещеным, он все равно, так считается, без катаклизации у него не полное крещение, он должен восполнить крещение катаклизации. Это несколько лет занятий. Потом все делятся на семьи. Семьи – это такие группы, каждый из которых изглавляется пресвитером, старейшиной или катакизатором, в которых, так сказать, ставят кочетков, которые воображают себя, ну, нету рода, и епископом. Вот, эти семьи часто не соответствуют реальным семьям. То есть, муж с женой оказывается в разных семьях. Эти семьи должны встречаться, постоянно проводить встречи, и все так, что муж с женой часто просто даже не имеет, не имеет времени, времени общаться. Потом это и хагапы, которые проходят, там, ну, это вне, на которые допускаются только полные члены, члены церкви. Потом, когда, наконец, человек заканчивается катаклизация, нужно поступать в Филаретовское училище. Сейчас называется институт. Раньше, конечно, у него было хорошее название. Школа, школа называлась, да. ВПШ называлась. Высшая православная школа. Собращенность в ВПШ. Потом все-таки он понял, что звучит как-то не очень красиво, переименовал в институт. И так далее. То есть все вместе, это вот просто, да, человек настолько изображается, и, собственно, есть предписание абсолютно там на все, на все уровни жизни. Все это очень-очень похоже на секту. Видите? Что лежит в основе психологической зависимости у новопришедших адептов современных сект? Знаете, просто очень большой вопрос. Я не успею ответить, но на это просто очень-очень много написано. И о том, как секта контролирует сознание, писалось, то есть и я, и, собственно, другие писали очень много. Очень волнует тема секта и молодежь. Им опять про профилактику секта среди молодежи, может быть. Как лично вы относитесь к древнему русскому символу коллаборатору? Нарисовано что-то... РНЕ-шная свастика нарисована при этом. РНЕ-шная свастика в ее виде никогда там, никогда не встречалась в Древней Руси. Это уже, так сказать, их собственное творчество. Как доказать, что именно наше предание является истинным? Ведь оно передано не людьми, а людям свойственно ошибаться. Вы знаете, ну, я думаю, вот если вы слышали все-таки первую часть нашей встречи, я достаточно много про это говорил. Людям свойственно ошибаться, но любой человек может действительно отпасть от предания. Но если вы, собственно, вот спросите у вашего епископа, у вашего архиепископа Викентия, кто его рукоположил, он назовет тех епископов, которые его рукоположили. Если вы спросите у них, они назовут их. Можно по архивам проследить до Санга Первого, то есть до апостола Андрея, брата апостола Петра, который был первым епископом, рукоположилом первого епископа города Византии, который впоследствии стал Константинополем, и откуда был поставлен первый митрополит всей Руси Михаил. То есть это можно отследить. Апостолы передали веру, то есть ученики Христовы, апостолы передали веру первым епископам. Сам епископ не назначает своих преемников. Когда епископ умирает, то епископы соседних областей собираются, выбирают преемника и рукополагают его для вот этой вот, для этой области, которая называется вдовой после того, как умирает ее епископ. Для этой области, которая потом стала называться епархия. Если кто-то из вас присутствовал на хератоне епископа, на рукоположении епископа, то вы знаете, что перед рукоположением епископ, он читает несколько очень-очень подробных исповеданий веры. То есть гораздо более подробное, чем у нас с ним вера. Он читает три очень-очень таких подробных исповеданий веры, которые подтверждают, что он держит ту самую веру, которая была передана от начала. При нескольких свидетелях. Значит ли это, что тот или иной епископ не может отпасть от веры? Нет. Конечно, он может. Он может исказить учение. Он впадает, но на нем тогда апостольское приемство и заканчивается. Дальше это вот, собственно, уже вот как бы отрезанный ветвь, из которой больше уже ничего не вырастает. Но вот эта вот гарантия нескольких свидетелей, того, что тот самый, передается именно та самая вера, которая была передана и сначала, она, это внешняя гарантия истинности нашей веры и истинности нашей церкви, истинности нашего предания. Но опять же, я напоминаю вот это вот взаимосвязь, что только подлинная церковь способна сформулировать подлинное писание, и подлинное свидание, оно выражает веру в подлинные церкви. Если вы не верите, а, в то, что, в подлинность нашей церкви, то тогда вы просто должны быть логически последовательными и отказаться, в том числе, от писания. Признать, собственно, что вы о Христе ничего не знаете или знаете что-то другое помимо нашего писания, потому что писание – это выражение веры нашей церкви. Что такое гипноз и как с ним поступать? В прошлом... Я не знаю, как с ним поступать? Гипноз – это воздействие на личность. Как с ним поступать? Ничего там, не поддаваться ему. Спокойно. Собственно, тут про ели жидовцев, я уже отвечал. Как обстоят дела с исчезновением старообрядчества в нашей православной церкви, не понял, а с объединением старообрядчества с нашей православной церкви, а также с зарубежной в единое Христово стадо. Ну, что касается зарубежный процесс идет, что касается старообрядчества, то с каким старообрядчеством объединяться? Нет единого такого феномена, как старообрядчество. Старообрядчество, оно все разделено между собой, это множество, как выразится один историк, множество бестолковых толков и несогласных согласий. Поэтому вначале, так сказать, старообрядчество самому хорошо между собой объединиться и вырубить общую позицию. Но пока, ну вот, вроде, одна из старообрядчих веселей, митрополит Адрианы там скончался, он вот начал как-то очень так осторожно, процесс там чуть-чуть, очень осторожно, чуть-чуть сближения с русской православной церковью, но, так сказать, он скончался, другие старообрядцы тут же, так сказать, на него стали ругаться и говорить, что он передает их общее дело. Ну, поэтому, ну, вот это вот разделение старообрядчества между собой, оно, собственно, препятствует даже каким-либо конструктивным шагам со стороны самого старообрядчества. Как внешне вели себя апостолы во время схождения Святого Духа? Валялись ли они в эйфории по полу, бились ли они в конвульсиях, как это происходит у пересядников? Ну, я думаю, вы сами ответили на ваш вопрос, понятно, что так они себя не вели. Они проповедовали, вы же знаете, организация свидетелей Иеговы не отмечает праздник Пасхи, утверждая, что Пасху Бог основал в Гетхом Завете для спасения младенцев, и время то прошло. Выясните, пожалуйста, почему они так говорят? Ну, почему они много чего говорят? Правда, Пасха это, то есть наша новозаветная Пасха, Пасха это праздник воскресения Христова. Свидетели Иеговы, они не верят в телесное воскресение Христова, поэтому, собственно, им отмечать нечего. Они говорят, что Христос воскрес духовный, когда их спрашиваешь и говоришь, что как же так, когда Христос сам сказал апостолам, что я не дух, и сам ел перед ними пчелиный мед и рыбу печеную ел, чтобы показать, что он не дух. И они говорят, ну, это он просто так притворился, так сказать, чтобы вот там для них убедительно и сделать. То есть, иными словами, они говорят, называют Христа лжецом, а мы знаем, кто как раз Христа называл лжецом. Если не верить в воскресение Христова, то, понятно, и праздника Пасхи тогда не существует, тогда, собственно, они решают себя основного смысла христианства, но поэтому они так же лгут к свидетели Иеговы, когда они называют себя христианами. То есть, конечно, эта секта к христианству не имеет никакого отношения. Интересно, что единственный праздник, который, собственно, иеговисты сами признают, который они празднуют, так сказать, очень скучно, это день распятия Христа, который у них называется Вечеря воспоминаний. И вот, собственно, празднуют только что распятие Христа. Главный праздник на них тоже говорит многое. Почему в молитве по Кресту есть обращение к Нему как к Личности, радости, притесны и животворящей к Кресте Господе? Ну, это обращение, обращение, на самом деле, через Крест, обращение к самому Кресту. Крест как, собственно, как инструмент Его прославления. Крест как инструмент Его победы. То есть, через Крест, на самом деле, это обращение к самому Господу Иисусу Христу. Пс. Леонидович, как относится к попыткам прославить хвоста Григория Распутина, как невинного пострадавшего мученика за веру? Я полностью разделяю мнение святейшего патриарха, который сказал, что это совершенно невозможно. И люди, которые, говорят, требуют прославления, то есть, коммунизации Распутина и Ивана Грозного, в частности, это люди, которые просто изоперируются извне и, так сказать, служат, сознают они этого или нет, служат для, то есть, делают все для раскола цельки. Как воспринимать православных целителей, которые рекламируются в газетке? Православный целитель – это оксимарон. Нет православных целителей. То есть, целители, они однозначно не православные. Если они называют себя православными, они лгут. Они лгут, это как вот враг, собственно, может там на войне представитель одной стороны надеть форму с другой стороны для того, чтобы ввести в заблуждение, для того, чтобы не внести врагу наибольший урон. Так и целители могут там обвешиваться иконами и крестами для того, чтобы, опять же, еще больше кощувствовать и привлечь в себе православных и поругаться над их верой. Но Слово Божие Библии однозначно говорит о том, что все они являются слугами дьявола. И по канонам церкви человек обращается к целителям, звездочетам, то есть астрологам, колдунам, провицателям и прочее, отлучаясь от причастия на шесть лет. Очень, очень, очень серьезно. До покаяния. В русской православной церкви была обрядовая традиция, которая стала править в 1666 году. Во многом лично сам патриарх Ником произошел раскол. Сейчас говорят, что раскольники уперлись, не захотели изменить лишь обряды. Дескать, какая разница, как креститься. Почему? Мало чего-то о том, что русские невели грекам и неадам, обрядам предавался догматический сакральный смысл. Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Что касается 1666 год, собор, который утвердил Никонскую реформу, прошел в 1666-1667 году. Но в то время никто годы от Рождества Христова не считал. Годы считались от сотворения мира. Поэтому, так сказать, этих шестерок тогда и в цифрах не было. Дальше. Причем тут греки и унианты? Никон правил книги не по униантским книгам, а правил он по православным греческим книгам. То есть можно спорить о том, насколько, так сказать, оправданы, неоправданы были реформы. И неопынианские, можно спорить о том, насколько, так сказать, государство жестко или не жестко их внедряло в действительность. Но очевидно то, что все-таки есть главное и есть второстепенное. И то, что мы видим, собственно, где церковь и где группы, которые отправляют церковь. И получается, что из-за все-таки достаточно второстепенных обрядов, которым предавался, возможно, кем-то там эдогматический сакральный смысл, как вы пишете, но главное, собственно, старообрядцы отпали от церкви, лишились причастия, лишились всех таинств. И оказались совершенно-совершенно вне тела Христова, вне церкви. И вот это, собственно, показывает, в данном случае, на чьей стороне правила. Можно много говорить, действительно, об ошибках, которые были допущены приниками, но главное все-таки, где осталась церковь и где оказались старообрядцы. Безусловно, это трагедия. Как вы относитесь к феномену Ванги? С какой целью был заведен храм в ее честь? В ее честь храма не возводилась, насколько я знаю. То есть, может, где-то везло, потому что просто на ее, так сказать, территории был построен храм, но не в ее честь. Что касается Ванги, я просто вот расскажу вам случай, который я знаю со слов болгарского митрополита Нафанайова. Я знаю лично, это бывший афонский монах, человек совершенно такой вот святой жизни, совершенно замечательный и настоящий такой пастырь Христова. И еще при жизни Ванги, он лично мне это рассказал, она просто проживала на территории его епархии. При жизни Ванги приехали к нему посланцы от Ванги, которые сказали, что она очень просит архиереев приехать к ней. И это было уже, так сказать, последние годы, возможно, даже месяцы ее жизни. И владыка Нафанайова, ну, он поехал, потому что еще, может, она хочет покаяться, может, еще что-то такое там важное произошло. И как, собственно, пастырь, который оставляет, добрый пастырь, который оставляет 99 овец и едет вот за одной заблудшей, он поехал к этой заблудшей овце. И взял он с собой, у него был крест, мощевик с частицей животворящего креста Господня, то есть того креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Он приехал туда во двор, зашел в комнату, там у Ванги толпилось много народа, если кто не знает, она слепая была, она, собственно, не увидела. И она там сидела, 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 куча народа, все время там ходили, заходили разные люди, был такой проходной двор. Так, когда зашел в архиерея, естественно, там никто не предупреждал, он просто тихо зашел в обычной рясе, даже без панагеи, и в руках он держал вот этот вот, значит, свой крест, крест мощевик. Тут же, как только он зашел, Ванга переменилась в лице и таким низким голосом, что она своим голосом сказала, кто только что сюда зашел. Сюда только кто-то зашел, пусть он немедленно бросит на пол то, что он держит в руке. Сказала она совершенно, я бы это в черт-чур делал, пусть он бросит, потому что я ничего не могу говорить, я ничего не вижу, никому не могу ничего предсказывать, пусть он немедленно бросит. Она стала кричать, там, визжать, топать ногами, пускать пену, там и так далее. Пусть кто-то зашел немедленно, вот эту вещь, она не могла назвать, эту вещь, которую держит в руке, пусть немедленно бросит на пол. Ну, а Владыка послушал, все стало ясно, он, так сказать, там, истерику ее там еще дальше развивалась, он развернулся и уехал. И вот это вот, я думаю, это вот личное свидетельство Владыкина Фанайла, которое он мне лично рассказал. Я думаю, если у кого-то есть сомнения относительно Ванги, это совершенно вот это четко и ясно показывает, каким духом она руководствовалась, какой дух ее любил. Я слышал по православному радио, что секту внутреннего пути Ольги Савуляк вы назвали Акультной. Почему? Я в 12 лет бродил по разным сектам и все время заходил в тупик. В январе 2003 года я попал на первый курс школы Ольги Савуляк, через три месяца на праздник пришла, и я приняла тайцы в крещение, слава Богу, пропало желание уезжать в буддийский монастырь. И выходит, что именно мне та школа помогла встретиться со Христом. Ольга Савуляк имеет сомнительную честь человека быть дважды отлученной от церкви. Она отлучена в Сумской епархии, откуда она родом, архиереем от церкви, анафиматствована и она на Украине, и она отлучена от церкви в Сыктывкарской епархии, где наиболее сильное ее присутствие. Это у нас республика Коми. Ее учения, ее практики не имеют ничего общего с православием. То есть, что можно сказать о Боге Савуляка, это попытка возрождения древних гностических ересей. Ну, конечно, в весьма примитивном смысле. Если, так сказать, вас Господь привел, все-таки, вывел от Ольги Савуляк и привел вас к крестному крещению, и вы больше не практикуете, если вы пишете правду, и вы больше не практикуете все вот эти ее инсайты и прочее, ну, слава Богу, действительно, Господь вас спас и вывел оттуда. Но не благодаря вам, Госавуляк, а вопреки ей. Если же вы лжете, потому что очень многие осавуляковцы лгут по ее приказу, они лгут и не сообщают о том, что ходят православные царики, причащаются, при этом практикуют все ее вот оккультные методики. Если вы лжете, то тогда ваша ложь обратится против вас самой, раба Божия Людмила, кто и пишет эту записку. И, собственно, это причастие, которое вы принимаете, будет вам по осуждению. Поэтому лучше вам все-таки вот действительно, если вы совмещаете лицо с тобой, лучше вам определиться и быть там честным перед собой, и, так сказать, во всяком случае, решить относительно той ответственности, которую вы будете нести. Потому что православие, церковь Христово-православная с учением Ольга и Сауляк не совместит. Ольга и Сауляк дважды анафема. Если она не покается, то в церковь православная, не откажется от всех вот этих вот своих безумных инсайтов и прочих методик, то в церковь православная она не вернется. И последнее, наверное, я скажу, опять же, личный опыт, я как-то летел из Актывкара в Москву, и в самолете летел, передо мной в кресле сидела какая-то дама. Я ее не видел, потому что самолетное кресло, то есть она прямо передо мной сидела. Она очень громко беседала со своими спутниками, она всю дорогу материлась, она говорила невероятные пошлости, там грязные какие-то вещи, там относительно сексуальной жизни, там подробности еще, ну в общем отвратительно. У меня всю дорогу, я не знал, чем уши заткнуть, потому что уши совершенно вяли. Когда самолет прилетел и все встали, то я увидел, что это дамы, это Ольга Асадовая. Поэтому, опять же, если говорить о, помимо всего прочего, о православии, это вот опять же такое мое личное свидетельство, личное, то, что я слышал, просто это был один из самых мучительных рейсов, там, к счастью, недолго лететь, всего полтора часа, но это вот был просто постоянная такая, ну, как будто я попал в центр какого-то, я не знаю, там, порнографического фильма, я не знаю, ну, что-то вот такое. Просто кошмар просто совершенно. С двух сторон сидели два спутника и мужчины, кстати сказать. Вот она все это... Субтитры создавал DimaTorzok